Сегодня, несмотря на дождь и холодный ветер, в городском Дендраре собралось большое количество жителей нашего города. Инициатором проведения субботника выступил совет по работе с молодежью трубопрокатного цеха номер один. Инициативную молодежь поддержал и профсоюзный комитет Северского трубного завода. Это очень важная инициатива нашей молодежи, которую мы постоянно так периодически критиковали, за что очень много проводят мероприятия КВН, брейн-рынги. Инициатива молодежи Т1, они на высоком столбе прибирались, в этот раз они нас пригласили, приняв участие не словом, а делом, профком поддержал. Я думаю, что это очень правильно. Конечно, здорово было, чтобы в этой акции, она должна быть какой-то не разовая, мы должны прибираться в нашем городе постоянно, прибирать, по крайней мере, любимый город. У нас есть такое пожелание, предложение к юбилею города навести идеальный порядок, чтобы это было на самом деле место отдыха. Когда-то мы отдыхали, наши дети здесь выросли. Хотелось бы, чтобы внуки приходили не в Бурьян, который сейчас стоит выше роста нашего внука, а в нормальной, в центре города, красивое место. Поэтому в 2008 поддержали нашу молодежь, мы с ними вместе, с нами вместе ветераны наши любимые, уважаемые. Но осталось только, чтобы таких акций было побольше, и горожане. Ну, первое, конечно, не гадили в родном городе, не марсиане же прилетают. Но потом прибираться тоже, наверное, когда-то надо. А тем временем, работоспособности заводских ветеранов можно только позавидовать. Их трудолюбию и желанию привести город в порядок нет предела. Во главе со своим лидером Владимиром Фатеевым, они дважды в год выходят на субботник в Дендрарий. Но и от приглашения заводской молодежи не отказались. Пришло их около 30 человек. Молодежь ЦХТ-1 запланировала субботник, экологический, да? Позвонила в совет ветеранов. Но мы ветераны, нас только позови, да. У нас планы субботник в октябре. Ну, коли мы же сегодня выйдем, то, наверное, в октябре мы уже посмотрим по ситуации. Значит, чем интересен сегодня субботник, в нем участвуют школьники. То есть три поколения. Школьники, молодежь, ветераны. Ну, а работающей группе заводчан тоже было интересно. И многие вот тут присутствующие, это работники завода, такой самый зрелый возраст, тоже решили поучаствовать в субботнике. Валерия Куликова узнала о субботнике от своего учителя. И сегодня вместе с одноклассниками пришла в городской дендрарий, чтобы помочь навести порядок. Это очень важно для нас, потому что мы любим свой город, мы хотим, чтобы он был чистый. В основном все люди пьют и просто пьяные бросают бутылки под деревья. Это некрасиво с их стороны. Они портят наш город этим всем. Как отметил председатель комиссии по работе с молодежью трубопрокатного цеха номер один Иван Попов, на этом уборка города не окончится. В продолжении, как все знают, что совет по работе с молодежью прибирается где-то в октябре, когда уже вся листва падает, Алексей Тружков нас снова соберет и мы увидим снова прибираться. В следующий четверг мы планируем уже совместно со школьниками прибрать опять традиционно высокий столб, где будет проведен труслет для 13-й школы. Таким образом, благодаря взаимосвязи поколений, городской дендрарий был очищен от мусора. Два КАМАЗа листьев и отходов было собрано совместными усилиями всех собравшихся. И теперь все участники субботника надеются, что их труды не будут напрасны. Алина Меншина, Константин Миронов, Новости Полевского.